Отправляемся в шахту. Говорят, в шахте нужно достать... Чё там нужно в шахте было достать? Вот. Я уже не помню, набрал квестов. Самое главное, как скорее мне это происходит. Вы заходите, набираете квестов, и тут уже не помните совершенно, что нужно и делать. Раздобыть древнюю норрскую кирку. А, ну да. Для кирки нам нужно сюда отправиться. Так что, как ты её стырил? Ты сказала, оставь меня в покое. Женщина, хочешь выпить? В прошлый раз, когда ты ходил в шахту, ты чуть не погиб. Я не хочу вдовой остаться. А я тебе говорю, меня ничто не остановит, пока я не найду останки своего прадедушки. Вон там, внизу. Я чувствую. Это было почти 200 лет назад. Там уже и находить-то нечего. Отпусти меня, женщина. Крест-цей, ты упрямый старый дурак. Так, влезем в их семейную ссору, предложим выпить. Спасибо. Правильно. Сразу же настроение повышается. Согласись же, бодрячком. И уже не хочется волноваться за мужа. Так, ладно. О чём ты там спорила с ним? Этот старый дурак считает себя на 30 лет моложе, чем он есть на самом деле. Лезет в шахту, а там и убиться недолго. Ну и к чему это за шахта ему? Он выдавал себе какой-то заговор. Что-то там, связанное с Восточной Имперской Компанией. Мы нашли в доме старые письма его прадеда. И он верит каждому слову, которое в них написано. Ну а что там написано? Радед-минция работал на Восточную Имперскую Компанию. В письмах упоминается, что нашли что-то и поручили ему это исследовать. Честно говоря, нету в этих письмах ничего примечательного. Не знаю, почему это он так с ними носится. Прекрасно. Мне бы хотелось, кто был прадед Крис... Грациан Карелий. Работал исследователем на Восточную Имперскую Компанию. Бедняга. Можешь себе представить? Столько опасной работы, и в результате умереть у самого дома. А, выкладывай же, что же с ним произошло-то? Один из туннелей обрушился, и он погиб. Бывает. Никто никогда так и не смог спуститься в шахту и забрать его тело. Восточная Имперская Компания закрыла этот участок, чтобы больше трагедии не было. Кресцы убежден, что Компания все это выдумала, чтобы что-то скрыть. Но я не уверена. И ты не согласна с Кресцем. На Лучку-то ему уже почти восемьдесят. Я его очень люблю и во всем поддерживаю, но не позволю гнаться за всякими глупостями. А то кончит так же, как Грациан. Так, я-то думал, что тут можно ее убедить, отправить его... А ты еще кто? Чем занят? Что это я должен тебе рассказывать? Я даже не знаю, кто ты. Ну кто я, я обычный герой из обычной РПГ, который тебе обязательно поможет, всего лишь за спасибо. Может быть. Знаешь, трудно доверять людям, когда все считают, что ты с Бренью. Но помяни мое слово. Эта шахта таит секрет, который может вернуть Воронье Скале ее значимость. Ну да. Чего обращать внимание на старых дураков? Я понял. Тайна, которую Восточная Имперская Компания постаралась скрыть два века назад. В результате мой прадедушка был убит, а они бросили Воронью Скалу с этой бесполезной шахтой. И я знаю уже, кто его прадедушка, но почему-то его предлагают выслушать еще разок. Может быть, не надо, пожалуйста. Восточная Имперская Компания, это что такое? О, да. Так, хочу услышать. Это самая крупная торговая компания в Тамре. И лицензию ей выдавал сам Император Сиродила. Ну да кто-то его прадедушка был. Он всю жизнь провел, исследуя древние развальные Тамреэли. И умер в этой самой шахте почти 200 лет назад. Да, я угадаю. Он умер под обвалом. Восточная Имперская Компания утверждает, что погиб под завалом в результате несчастного случая. Но я-то лучше знаю. Да, у тебя же доказательства есть, ведь правда. Восточная Имперская Компания утверждает, что погиб под завалом в результате несчастного случая. Хранящий тайны древнего прошлого. Ну и что в письме? Какие вещи? Ну, то есть, я так думаю. Я так и не смог найти вход. Ну да, да, да. Звучит очень подозрительно, конечно. Продолжай. Мяу. Если там что-то ценное. Зачем ты мне сюда рассказываешь? Слушай, моя жена хнычит, что я слишком стар, чтобы бродить по шахтам. Время против меня. Оно со мной покончит, прежде чем я успею найти тебя. Ну и да, конечно же, ты тянешь, чтобы попросить меня помочь. С чего же начать-то мне? Ааа, на дорожку выпьем. Хм. Опять он клиентов ищет, да? Ладно. Думаю, глоточек можно выпить. Тем временем, перейдем к самому важному делу, ради которого мы здесь. Гловер просит вернуть древнюю нордскую кирку, между прочим. Он ее не заслуживает. Эта кирка для работы в шахте, а не для продажи. Наверняка он сам стащил ее у скалов. Ты знаешь, все же она не твоя. Ну и ладно. Вот. Скажи ему, я надеюсь, что он ее себе на ногу уронит. Во флайме говорят, что это внизу, в двух шагах, и никто не сунулся. Ох уж эти игры. Да. Если бы это было более реалистично, вы бы на этом квесте застряли бы на месяцок. Ты уверен? Нет. Не интересует. Про Мирака тоже спрашивать не будем. Подожди. Осторожнее там внизу. Эта шахта опасна. Прежде чем идти вниз, пойдем вверх. И что ты с крестом разговариваешь? Да, что я разговариваю. Кирка, кирка, кирка. Так. Поехали вниз в шахту. Шахта это по-нашему. Тут сейчас будет экшен, веселье. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Что-то будет на самом деле. Ты кого знает. Откуда ты скачал все патчи? Как ты скачал все патчи? Ты что-то явно снимаешь не то под патчами. Отлично. Морозного пучка быстро забили. Так вот. То, что я играю сейчас, это с Карим, который со стимом. Самый последний, Legendary Edition, со всеми аддонами и так далее. Кроме того, у меня есть несколько модов. И моды эти скачаны вручную с кучей сайтов разных. Есть, конечно, менеджеры модов, которые позволяют скачивать автоматизированную, типа, NNM, Nexus Most Manager. Но... Не стоит. Так вот, похоже, было на руду, но это не руда. Этот тоже. Валентин говорит, не патчи, а моды. Ну вот, гугли и обрящешь. В общем-то, все очень просто. Прыгать здесь явно не стоит. Так. Модов не особо много. Основной мод... Основные, точнее говоря, два мода. Это вот на графон ENB-шка. TrueVision. И текстурный сборник. Чеботгуд. Все, в общем-то. Остальное по мелочи. Так вот, тут какой-то газ в шахте. Явно не стоит пользоваться чем-то огненным. На зеленой серии тест пишет, во флэйм радует скелеты, которые повсюду валяются и никто не захоронит их. Ну, у них, видимо, такие традиции. Не захоранивает, само сгниет. Что уж там. Как-нибудь тут можно пробиться? Знаете, как мне странно, да. Очень не в духе Скайрима, но реально можно пробиться. Чем-то мне Half-Life напоминает второй. Там всебесно были вот эти штучки. Так, ключ у нас есть. Мы сюда можем пройти. Сзади тут ничего не имеется. Это туман и не газ, говорит Зефинг. А почему он тогда бабахает и взрывается? Лосен Кайлас, тебе тоже здорово. Так. Так. Какая сложность? Сложность мастер. Я на мастере играю. Поначалу вообще жопа была полная, на мастере очень тяжело. Аппарат сейчас стала более-менее, как бы, отпустила. Назовем это таким образом. Ну вот они, драугры, старые добрые. Ну, хотя бы стрелы полутаем, потому что стрелы нам понадобятся. И вообще, у нас в последнее время почему-то не хватает. Ох, какая ловушка была. Просто замечательная. У входа был Ларчик, говорит, надает Дриммер. Сейчас обязательно проверим его. Это не про этот Ларчик? Так, стоп. А мы с ними не говорим. А ты еще кто? У-у-у-у. У-у-у-у. Сохрани и все, дайсь почаще, пожалуйста. У-у-у-у-у-у. Да, придется промотать сейчас диалоги. Мы же по второму разу не говорите об этом всем. Так и есть. Ну, то есть, наконец-то, говорю тебе, там время против меня именно. Грациан, вот всё, что ты уже есть. Ну, я играю скорее таким стелс-лучником. Это не ассасин, который кинжалами со спины бьёт. Ну, такой, не знаю, невидимый хищник. Хищная киска, которая охотится на всех. Разил лут, конечно же. Что ещё может быть ценным в этом мире? Так, попробуй вот эту напитку. Дайте клиентов ищут, да? Так, древняя норрская кирка. Всё же она не твоя. Там сверху вроде ничего нету. Поехали вниз. Ну вот, можно по второму кругу побивать паучков. Как вы любите. Стелс-лучник, это не true. Орг-лучник в Хеви шмотит, ругает Лос-Анкайлду. Конечно, конечно. Всё так и есть. А чё они там орут? Бьют-то меня? О, в этот раз у неё серебряное колечко заспавнилось. Офигеть просто. Чё у нас тут? Почему-то ночное зрение почти не помогает. Темно как в жопе у паука морозного. И мы приходим в никуда. Приключения. Котик. Пришли. По пути в никуда. Кирку забрал-то? Да, забрал. Конечно же. Я прокликал тут ветку диалогов. Где про кирку речь шла. Сохранились сейвушки. Оп. Пушение стрельбы это всегда в плюс. Но вот то, что я стрелу не могу забрать, это вот минус. Чем меня сразу напоминает? Это Beholder. Игрушка очень старая, которую я не так давно проходил. Где стрелу постоянно приходилось собирать вручную. С полу. Причём перетаскивая их. Так, просто там нажал кнопку, она подобралась. Фигушки. Фигулечки. Один из модов абсолютно меняет интерфейс, говорит Градинс. Есть мод, который интерфейс инвентаря меняет. Этот мод называется SkyWay. В общем, дефолтный мод для PC-шной версии Skyrim. Наверное, тут про который даже говорить не стоит. Потому что его определённо стоит всем ставить. В остальном интерфейс особо не меняется. Так, фусруда у нас завезли. Да. И, к сожалению, фусруда что-то не особо помогает с досками разобраться от живых существ. Убивает легко. Ну, как убивает с ног, сбивает, конечно же. Вот. Сейф Восточной Имперской Компании на экспертном замке. Хоть не на мастере, и за то спасибо сказать надо. Бавария говорит, вот откуда кнопка R? Откуда? Не понял. Я того, откуда кнопка R не упоминал сейчас. Никаким образом и разговор даже близко об этом не заходил вроде. Сломай этот ларчик. Да, сломал его полностью. И получили безупречный рубин, две штуки. Крепкое зелелечение. Кулон Восточной Имперской Компании на целых 25 золотых. Живем, шикуем просто и пируем. Тут куча этих сейфов. Запомни, как они выглядят, говорит Кипло. Спасибо, да, я запомню, конечно же. Сохранить это будешь опять пучков выносить. Буду, конечно, куда денусь. Ведь пучки это классно. Все любят пучков. Так, вы там сами как-нибудь разбираетесь? А ну ладно, могу немножко. Есть захват выше, отлично. Прямо в последний момент попал по этому драугру. А то если бы не попал, бот ничего бы не захватили. Зря стрелок потратили. С кем-то еще там каджа сражается. Видимо, нежити вылазило просто темно. Как бомбануло-то. Боми эту нежити. Собери сто кулонов и получи ржавый меч в подарок, говорит Вафлэйм. Да. Прямо отличнейший лозунг для какой-нибудь маркетинговой компании. Эй, как же надо пройти, ты что? А где ловушка-то была? Что-то не помню. А, вон. Все, наш... Плита находится... Я-то думал, плита где-то спереди. И почему-то не посмотрел под ноги. Вот смотреть под ноги надо, Дайс. Ты что вообще творишь? Так умереть недолго. А кто тут есть? Программер в Дайс наверняка оценит прогу, который каждые 30 минут и в 5 жмёт за него, говорит Дэйо Дриммер. Но мне, наверное, самому нужно написать. А то какой из меня программер тогда, в конце концов? Вообще, такую программу не особо бы я бы пользовал, потому что сейв может привести к тому, что произойдёт вылет. Представляете, у вас постоянно квик-сейвы, которые вы используете. А он потом берёт и портится. Просто банально битый сейв получаете. А вы на них рассчитываете. Поэтому сейвы, безусловно, вручную нужно делать. Сейвы-то, конечно, тоже есть, но... Ну, о чём я, кстати говоря? Вот самый главный вопрос. Вся мастерство по снятию ловушек ещё с Тактикса Fallout, говорит Double Damage, да. Когда я играл в Fallout Tactics, то там был очень такой показательный момент. Рядом с базой мутантов была куча мин. И вот, когда наши оперативники там, братства стали, всё это дело пытались разминировать. Там был заминированный... Ага, точно, точно, там был заминированный человек. Во! Этот заминированный человек просил его помочь. Ну и отправил Стича, для того, чтобы он помог его. Стич — это один из персонажей. На чём он благополучно подорвался, прямо в тот самый момент, когда я F5 сжал на сейв. Там, по-моему, даже не F5, а Control S, что-то такое было. Но, когда я сделал сейв, в этот момент произошёл взрыв, убивающий персонажа. Этот сейв был у меня чуть ли не единственным. В общем, персонажа я потерял. Потому что его взорвало. Вот что ни делай просто. Не удалось захватить малую душу, видимо, потому что у нас не хватает уже кое-чего. Это кое-чего — это камни душ. Возьмём, наверное, нордские стрелы, потому что их здесь много. Надо их использовать. Стальная, стальная, стальная. Древняя нордская стрела, она вон как называется там. Они, конечно, качеством заметно хуже, чем в лифийске. Но тоже нормально. Сойдёт. Полетай-ка немного. Освежись. Слушайте, охладите свой пыл. Как глядите, что творится. Надо хоть кого-то прибить здесь. Начнём с того попроще, который... Да слушай... Ты что вообще творишь? Правильно. Бей, Каджи. Кем-то призвана ледяная трона. Я что-то не вижу, где этот призыватель. Или он просто сам по себе здесь внезапно оказался. Исчез. Хех. Вот эта Каджи несётся, явно там враги есть. Что он, не реагируя ни на что, просто попёр вот как танк. И врагов немало. Понятно. Каджи. Как impulси. Каджи. Что там происходит вообще? Каджа вроде жив. Жив-жив. Жив цел. Котан. Братан. Нас же убить призывателя. Ну как же. О, есть. Фух, расковыривай стал гримовый саркофаг. Критва флейн. Чего? Не совсем понял, о чем речь идет, но куда-то куча мейкстрел пропала. Очень немножко расстраивает. Так, самую малость вообще. Вот где они? Ни одной нету. О, сундучок лежит. Отлично. Мастер. Да вы шутить изволите просто. Мастер, значит, да? Там гроб заполнен синим камнем. К нему надо твою новую кирку применить. Спасибо. Попробую обязательно. Там, говорят, временами всякая нежить раскапывается из этих непонятных синих камней. О-о-о. Почти. Или назад нужен теперь. Да, есть. Охренел. Наконец-то научился мастерские замки взламывать. А то там по 30 мычек 40 изводил. Поскасных нолний, остальное было холодно. Что-то как-то дешево и весит много. Оставляю все ненужно просто. Там, надеюсь, лишнего не взял, пока рассуждал во всяком разном. Нежить же изи. Согласен, в целом нежить довольно изи. А что я взял сейчас только что? Я же ничего не хотел там подбирать из всякого хлама. Я же навел на драугры. Игра, что ты говоришь? Но ей все равно. Так, снадобьи воина. На самом деле нам не понадобится, скажи. Так. Так, модов ли много? Модов на самом деле очень мало. Все моды перечислены на плеере. Ну, на кибергейме. Там по плееру переход делаете и смотрите. Я все никак не скопипащу их. По-моему, я уже в пятый или шестой раз сегодня говорю эту фразу. Но неважно. Самое главное, что основные моды это на удобство и на графику. А на изменение геймплея тут ничего нет. Родная жила истощилась. Если мы добыли, чё там? Стал грим. Окей. Надеюсь, нам это пригодится. Слабый яд пролеча. Возьмем, очень хорошая штука. Хоть и слабый, но яд. И пролеча. Недавно потратил 20 отмечек на замок уровня адепта Гриталикс. А затем с двух отмечек открыл замок уровня мастера. Ну, это просто везение, невезение, небольшое. Алкемическая лаборатория не требуется нам. Здесь пусто. Желень неча лежит. Нет, спасибо. Это выложит их в группу в ВК и посылай всех туда. А это тема. Это просто хорошая идея. Какой буйный камень, а? Наш котик на последнем издыхание уже просто готовится целительным заклинанием вливать себе здоровье. Добывая этой руды, ее нужно много. Лучше добавь в кирку в избранное и используй руками, говорит Кипло. По-моему, это никак не влияет. Руками ты добываешь или автоматизировано. Насколько я оставил эксперименты, всегда одинаково работает совершенно. Так что там, из какой игры ты нажал R? Не знаю. На ютюбе выясним. Когда воду залью. Котик убила автосигнализацией. Да. Такой старой, доброй, магической автосигнализацией. Тихо меня не было. Вам показалось. Мерзкие драугрцы. Есть ли моды на сурвайвл? Нет, он... Зачем? Я же говорю, геймплей я не менял. Потому что геймплей в Скориме... Он... Вполне годный. Начальника... Ну вы куда? Ну что ведь боится? Смотрите, а, хитрец. Стой, не двигайся. Борт твои... Прежде чем он прибежит, нужно его как можно сильнее обработать, успеть. А то, зараза, вы и начальник не так себе. Нет, Карджа, ты что творишь? Держи из него душу, захватить хотел. Карджа, ну... Так как Карджа? Дрогр-призрак еще есть. Класс. Еще один военачальник. Да вы только гляньте, здесь просто настоящий совет военный. А пока мы сражаемся с ними, нужно обязательно лутать. Не забывайте об этом. Вот таким способом игру проходить, это им багрит гуськедах. Это бешеный, балансный крит из скрытности. Что Fallout 3, New Vegas, Oblivion, Искайрим испортили. Ты замечаешь, что испортили прям, да? Я прям критами по X3 бью постоянно, да? Ну куда он там бегает? Эй, а почему не летит далеко? В чем проблема-то? Стрела, в чем твоя проблема? Есть. После того, как начинается бой, они уже вот эти X3 не принимают, по-моему. О, нас не видят. Раз нас не видят, самое время для... Есть. Трехкратный. Как же нет! Есть. Все-таки великую душу захватили. Понимаете, мы могли бы две великие души получить. Две. А теперь лутать. Ну, почти же, почти же. Ну, дайс. Есть. Внизу классика дверь за водопадом, говорит во флейм. О, это хорошая мысль. Надо проверить. Дверь за водопадом, это всегда круто. Что-то открылось где-то, да? Ну, реально. Ученик, говорите. И куда нас занесло? К пустым урнам, походу, да? Интересно, отдельные локации сделали просто небольшую дверь. Вот это поворот. В начале стрима было 99+, отмычек, сейчас 50+, говорит, тепло. Это печаль беда, но мы их восстановим обязательно. Я просто не очень много взламывал на предыдущих всех стримах. Это редко достаточно было. Они постоянно критуют, пока тебя не видят. А прокачав скрытность до 50+, они даже в упор не видят. На меня скрытность, по-моему, выше 50. Сейчас посмотрим, какая она. Но в упор они меня видят. Эльфийская бронь. Нет, спасибо, откажусь. Какой баланс с сенгловой РПГ? В этом есть смысл. Баланс с сенгловой РПГ не особо нужен. Здесь с сенгловой РПГ. Я, кстати, тоже очень часто бывал, когда рассуждал про серию The Elder Scrolls, говорил на тему того, что баланс сюда не завезли. То есть его тут нету. И отсутствие баланса, оно выражается в чём? В том, что есть вот такая всякая имба вроде... Так, давай, давай, где, где, кто? Что-то открыться должно быть. Так ведь? На эту дверь мы прошли. И там ничего нету. Мы вернулись назад. Прошли вот этим путём. Дёрнули за ручку. Или нам реально сюда нужно было? А-а-а! Дверь сбоку есть всё-таки. Я её пропустил каким-то образом. Каким-то непонятным образом. Слепой Дайс пропустил дверь. Когда он бежал здесь, я видел, что здесь, типа, вот, темно. И дверь не видна. Она там утоплена внутрь прохода. Подъём куда-то наружу. С одной стороны. И книга с другой стороны. Ну, конечно, книга нам нужна. Так вот, сейчас я там насчёт баланса говорил. Но в том заклинании ледяной шипа, безусловно, полезная вещь. Что, всё? Где сработанная ловушка какая-нибудь? Где толпы драугров понабежавших? Потому что это же классика жанра. В Скориме постоянно так бывает. Вы берёте какую-то книжку с подозрительного пьедестала. И тут же, прямо вот, мгновенно. Так, где у нас тут цепь? Есть какая-нибудь, чтобы открыть проход? Нету. Займем обычный камень душ. Не знаю, зачем. Надо. Долго ли я буду ещё стримить? Ну, выйду за пределы, наверное, с улдстейма. И на этом мы остановимся. Так, стоп. А здесь у нас что? А, здесь у нас сундучок. На депте в этот раз. Так, понятно. На отмычек даете жмоты. Эбонитовый лук стоит 1440. Цена к весу 90. Не очень хорошая цена к весу, хоть, собственно, его продать можно. Но, знаете, с другой стороны, продать эбонитовый лук можно кузнецам. А кузнецы, они не весь товар принимают, только в основном оружие и доспехи. В результате его выгоднее будет сбагрить таким образом через кузнецов. Ну, и оружейников различных. Денежки не помешают. С учётом того, что на 40 тысяч, конечно, не помешают. У-у-у, какая пещера. Что мне теперь делать? Нет, только не говорите, что мне прыгать нужно. Серьёзно? Да я высоты боюсь. 15к за императора. Куда тебе деньги девать, говорит во флэм. Так, 15к за императора. Нам 20к дали за императора. Я просто соврал, что всего 5к. Но у нас денег никто не отнимал. Нам сказано было, что мы можем их потратить на развитие нашего нового логова. Вот и всё. То есть мы сами можем по своему желанию их потратить или не потратить. Грациан Карелий. Сразу смотрите такие. О, скелет лежит. Вот это точно Грациан Карелий. Вот прям как при жизни. Один-один, вылитый просто. Кто такой Грациан Карелий? Вы не знаете. Но вы вот смотрите на скелет и знаете. Это точно его скелет. Берём золотишко. Клинок Блацкалом. При силовой атаке выпускает заряд энергии, наносящий 30 единиц урона. Более того, тебе сейчас придётся кип... Читать дневник. Да, придётся. Это ты бонитовую шахту разведываешь? Нет. Это я просто шахту разведываю. Потому что на бонитовую, по-моему, мне никто не говорил. Ну или я просто... Такой вот. Вообще грустно. Императора заказали поэзии за квартиру в Москве. Говорит, я у дримера. Нормально. Так и бывает. Скелет просто на лбу подписан. А, ну это много меня это объясняет. Что ж, нам дали дневник. Тридцатая рука дождя. Четвёртой эры десятого чё-то там. Получила сегодня письмо от Восточной Имперской Компании. Они говорят, рабочие пробили стену третьего ствола шахты Вороньей Скалы и нашли какие-то руины. Надеюсь, это не обернётся такой же потерей времени, как в прошлый раз все родили. Я беру с собой помощника, Миле, и с рассветом мы отправляемся в Вороньи Скалу. Приятно будет повидать вновь старый дом на Солстейме. Седьмое второго зерна. Прибыл, наконец, в Вороньи Скалу и был удивлён, сколько же беженцев, тёмных эльфов, живёт теперь в городе. Они, конечно, не прирождённые шахтёры, но, думаю, рано или поздно из них получатся хорошие горняки. Мы с Милеем провели большую часть дня, очищая крышу моего дома от пепла. Э, пепла. Не больше, конечно же. Проклятый волк, он всё ещё день и ночь воплёвывает облакосажи. Если бы не пепел, покрывающийся густым слоем, можно было бы даже сказать, что здесь красиво. Восьмое второго зерна. Знаете, что-то не хочется читать дальше, на самом деле. И тут сколько страниц ещё, скажите мне. Ну ладно, дочитаю, дочитаю, в конце концов. Восьмое второго зерна. Мы с Милем отправились в шахту в Вороньи Скалы, чтобы поглядеть, что же там нашли рабочие. Думаю, по дороге стоит забежать во взмахни и камни и прихватить кое-какие припасы. Никогда не зная, что может понадобиться. Девятого числа. По всей видимости, шахтёры пробили стену древней Норской гробницы. Я видел такие в Скориме. Проклятущие Норды понаставили крипт повсюду и даже не подрудились отметить их на картах. Похоже, эта усыпальница принадлежит какому-то клану Блацкал. Я собираюсь скопировать надпись на камне и посмотреть, не смогу ли шифровать их, сверяясь со своими записями по истории Нордов. Десятое. Работал целый день и так не смог найти никаких упоминаний об этом клане. Мы с Милием решили пройти дальше. Мы подошли к глубокому колодцу, но я вижу, что внизу есть большой зал. Большая часть дня? Больше, конечно же. Часть дня ушла на то, чтобы спуститься вниз и спустить несоряжение. По почти отвесному склону. Одиннадцатое число. День удивительных открытий. Мы спустились в большой зал. Обошли его, увидели что-то типа пьедестала. А на нем самое странное оружие, которое я когда-либо встречал. Лезвие на вид просто безупречное и спускает едва заметное слабое свечение. На обрывках пергамента, найденных в зале, можно прочесть его название. Клинок Блацкал. Не уверен, что стоит забирать его сейчас. Подождем. Утро вечера мудренее. Дождался, видимо. Как мы видим. Этим все и закончилось. Во имя двух. Но он снадобие бодрости подберет. Там еще какие-то дыры поваляются. Всем уже не терпится узнать, что же здесь. А здесь странное красное свечение. И естественно дверь, которая не открывается. В результате мы экипируем вот этот клинок, который не зря и неспроста здесь находится. Клинок Блацкал. Энергию, говорите, спускает. Опа. Рубик Рамсай. Так. Вопрос, как добраться до Тудова. А, легко. А это знаете, как разных всяких там аниме, когда или в каких-нибудь фильмах замах мечом происходит, а от него идет волна удара. Так же и здесь такой красный след испускается, которым можно поразить врага на расстоянии. И вроде бьет вы клинком, который как бы вот такой оружием ближнего боя, но при этом поражаете врага на дальнем расстоянии. Опять гайды читал, говорит, во флейм. Нет, не читал гайды, честно-честно. Я серьезно не читал. Спасибо, что читаешь. Ну, если это не очень длинный и сюжетно важный, причем какой-то дневник, то почему бы не посчитать? Тут нам понадобится, конечно же, рывок стремительный. А, как прямо-то... Побрились немножко. А-а-а, что-то нам не очень хорошо. Смотрел видео, значит, говорит TheFing. Да, я смотрел прохождение там, одного из самых крупных летсплееров по Скайриму. Он как раз, собственно, меня вдохновил на то, чтобы вообще с Скайрим поиграть во многом, потому что... Действительно, он очень интересный человек проходит. Крывок юзый. Да, юзаем во все. Понимаете, он откатывается очень долго. Крывок определенно русский. На откатах работает, зараза такая. Ладно, хватит каджа страдать. Ага, этот рычаг дверь открывает. Я думал, он ловушки отключает. Сейчас типа, как же... Проберется, наконец-то, спокойно. Нет, ничего подобного. Волна удар, как у клинка манны из Blood of Darkness. Может быть, я не в курсе. Чем-то мерзко воняет. Да, воняет луцом. И не только. Похоже, нас заметили. Слушайте, это нехорошо. Кто там говорил, что на мастере что-то... Иди как-то! Мать вашу! Кажется, там когда-нибудь справляйся, еще Дримору позови на всякий случай. А, нам очень нужно. Нам нужен лук Аурелия. Ариэль, чистота... Или нет, это Катай тут. Какой там слоган у Ариэля был? Уступает, зараза. Движется слишком быстро. Чувствую сейчас лаву. Чуть-чуть, я таким образом не смогу по нему попасть. Придется поплавать. От него какая-то аура исходит. Клозди с ним сражаться, это опасно. А вот видите, как Катай-то плохеет. На глазах просто. Надо обязательно вложиться в ту ветку лука, которая дает возможность двигаться с натянутой тетевой так же быстро, как и в обычном режиме. Потому что такие битвы, конечно, не очень частые, когда реально прям вот нужно во время битвы. Ч-ч-ч-ч, Катай же, Катай же, очнись. Ты мне нужен. Ныкаемся за камнем. Прячем наши тельцы. Ух. По-моему, он что-то подзревает. Подзревает, что я от этого камня очень даже не могу прикрыть. И получаю... Срочно пить зелье, дайс. Так. Пацаны, отсортируем самое простое, какое-нибудь слабое зелье лечения. Он нежить использует солнечные стрелы. Эльфийская стрела кровавого проклятия от Нитон. Стальная, железная, древненорская. Порча, эльфийская, стеклянная, бонитовая. Солнечная эльфийская стрела. 21 штука всего. Катай же там живой? Катай же живой или нет? Вот еще вопрос. А, живой. Все. А то, представляете, взял бы, прибил бы нашего котейку-то. Друга нам. И от него остается маска тяжелая, металлическая, которая увеличивает сопротивление электричеству и увеличивает урон электрических заклинаний. Нам она сама по себе, конечно, не очень нужна, но пусть будет. Когда нужно убить курицу, Катай же призывает Дримору, пишет Мендоса. Когда битва со сильным боссом, то нет. Странная кошачья логика. В этом-то и проблема, да. Такой котик, как бы, типичный. Вопрос, что здесь булькает? Железная стрела, конечно же. Стрелы, естественно, сменить надо. Обратно на норские стрелы. Древние норские стрелы. Все, 21 штука осталась. Неслабо мы их отстреляли, но зато находим место силы, из которого изучим новое слово. Воплощение дракона называется. Что оно дает? Раз в день вы получаете преимущество дракона. Удары огромные силы, прочную шкуру и более могучие грехи. Неплохо. А в лочи пока что не буду. Не обязательно это. И куда нам теперь идти-то? Сбоку проход какой-нибудь, может, есть. Так. А, да, есть с другой стороны проход. Отлично. Туда и идем. Вы получил новое слово, выкрикиваешь, а там фу, говорит, древдример. Сила называется словом, а не фу. Ишь ты какой. Так, проверили рычаг, что он именно от этого места. Сила называется словом.